да уж я приехал узнать вот здесь у ребят как они работают и что у них чё к чему и решил посмотреть как вообще нью-йорк выглядит он вот такой вот такой я если честно даже понятия не могу нахожусь а riverside парк какая-то тетка стоит сидеть красивая тетка сутулилась немного хочу по парку походить запах такой вишни или яблони не пойму как здесь зелено такие деревья забору поставили видимо нельзя так как там ходить интересно ребята сказали что вряд ли такого как я возьмут на работу якобы у меня ну не хватает знаний умений я не в обиде подумаешь ну не хватает не хватает хочу к реке спуститься поэтому пойду вон туда к мосту перед на ту сторону а вот люди перелезли через забор и там он сидят на этой и тонкий у них всякий там он футбол похоже играет крыш так девчонки симпатично на велике люди гоняют такие дела на той стороне я перешел мост и он оттуда здесь вот так если честно очень ржаво старый мост красивая конструкция мне понравится она такая по дуге сделана не какая-то там наша херня конечно старое все можно было бы покрасить чтобы он держался лучше но почему он старый такой плеще все и да вон там в бейсбол пацаны играют там вот какой-то пирс из старинный развалившиеся и река интересно здесь не воняет как у нас от реки может быть еще не подошел но я не чувствую здесь запаха обычно в казахстане скажем подъезжаешь копчегая какого-нибудь там рыба что ли воняет так страшно при подъезде а здесь вот нет этого запаха вони интересно набережная интересно выглядит буйки какие-то стоят интересно всегда было что за буйки да пизжу никогда не мне интересно на ту сторону продолжение моста что ли что это такое сооружение интересное и да вот такое вот здание ага нью-йорке значит когда ты переходишь дорогу там получается зеленый да а эта штука мигает красным мигает то есть давай быстрее иди это сейчас остановишься мигает а мигает 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 Интересно, здесь, в центре Манхэттена, такие же засатые ковры, как в каком-нибудь чилике, не знаю, как в Манхэттенском столовке. Но выбор, конечно, роган. Особенно вот эти вот гигантские батоны, свинины огромные. Кабанятина, по-моему. Я взял вот такую штуку френч ванила. И теперь вопрос возникает. Не разогрели, я попросил. Хат. 2,50. Стоит она. Но вот я ее сейчас съем. Куда мне мусор деть? Она супер горячая, он ее разогрел, почти закипела, по-моему. И так, я вчера приехал из Нью-Йорка, с Манхэттена, в свой отель. Но это было очень трудно сделать, потому что у меня сел телефон, я очень много снимал видео, чтобы получилось хорошее, хорошее видеокино, такое, муви. И сел телефон, я не мог поймать лифт. Начал искать такси. Таксист мне зарядил цену 90 долларов, чтобы доехать сюда, до отеля, на другую сторону реки. Это желтый, yellow cap. Yellow cap, да? Нью-Йоркское такси. Значит, нигде не могу найти, как это сюда приехать. Решил на автобусах, подходил к Best Station, но непонятно, на каком автобусе мне ехать, потому что у меня телефон сел, и я не вижу карты. А дальше я пешком много ходил, прошел прямо очень много. И в конце концов остановился на... Вот, кстати, лайфхак. Если не знаете, как доехать, куда вам надо доехать, и не хотите платить много yellow cap, значит, вы найдите место, где много народу, и там обязательно есть либо таксисты, либо пакистанцы, которые возят... Ну, может быть, не пакистанцы еще. Я ездил, например, с одним эквадорцем, который за нал может довезти. Также ездил с одним кубинцем, который может вас довезти за наличные деньги. Это вот такой лайфхак. Просто на улице тормозить как-то я не пробовал. Поднимать руку, кричать, такси, такси. И у некоторых есть надпись, такая бумажка на борту машины, лифт написано. И вот таким макаром я добрался. Я дошел до места, где много скопления народу. Там стояли таксисты, которые частники. И вместе с частным таксистом он меня за 40 долларов привез в мой отель. Переехал через тоннель. И так все случилось. Думал, не доеду. Кошмар. В таксисту сел, таксист говорит. 90 долларов. Я такой, ну, дорого. Ты что, выходи? Хорошо, нет, нет. Я, ладно, пошел, десятку давай, ты же сел в такси. За то, что я сел в такси, и он мне сказал, что 90 долларов, все, давай десятку. И нагрелся, вот такие дела. Так что я приехал, все благополучно.